это день города студии максим васильев здравствуйте главная тема дня особой противопожарные сотрудники городского управления гу и чс нагрянули в солодчо простые правила почему алкоголь и пляж несовместимы ближе к солнцу в доме белого аиста обустраивают новые семейные гнездышки сотрудники управления по делам гу и чс рязани продолжают проводить рейды по местам отдыха граждан 8 августа специалисты осмотрели лесопарковую зону в солодчи в районе у лысой горы с отдыхающими провели профилактическую беседу приехали в гости искупаться и все первый раз здесь нет второй раз ну сейчас вам объяснили что здесь как себя нужно вести городе рязани и в области введен противопожарный режим и мы оповещаем о том что запрещено разводить костре впрочем с наступлением жары особый противопожарный режим соблюдать далеко не все именно поэтому сотрудники городского управления гу и чс проводятся отдыхающими профилактические беседы еще оставляют вот такие памятки под дворниками авто а еще зачитывают правила через громкоговоритель на всякий случай в солодчи у лысой горы нарушителей сотрудники гу и чс не обнаружили здесь сознательность высокая как и в целом по области может быть и поэтому тоже пока в регионе не фиксирует ни одного лесного пожара а вот на воде несоблюдение простых правил стало причиной гибели уже десяти человек отдых на несанкционированных пляжах и купания в состоянии алкогольного опьянения получается в этом сезоне смертельно опасными кристина бочкарева напомнит основные тезисы летнее палящее солнце температура за 30 градусов рязанцы спасаются от жары в региональных водоемах как дополнение вход идут и алкогольные напитки которые к слову в такую жару вне закона да и врачи что называется принимать на грудь при высоких температурах воздуха категорически запрещают а уж тем более купаться под шофе в этом случае у человека растет давление и при погружении в прохладную воду нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает в несколько раз впрочем есть те кто этими простыми правилами пренебрегают отсюда и рост числа утопших их уже 10 кстати за распитие спиртных напитков в общественных местах а пляж как раз таковым является предусмотрено административное наказание штраф в размере от 500 до полутора тысяч рублей целях недопущения гибели людей на водоемах специалистами мчс россии совместно с другими заинтересованными службами проводится комплекс профилактических мероприятий с 1 июня 2023 года проведено более 200 патрулирований в местах не оборудованных для купания во время которых с людьми проводятся профилактические беседы также специалистами гимс проводятся занятия в детских оздоровительных лагерях всего с начала года проведено более 5000 бесед с гражданами а еще главное управление мчс россии по рязанской области напоминает купаться можно только на официальных пляжах где дежурят спасатели и благоустроена территория для отдыха таких в нашем регионе 29 и даже на официальных пляжах не оставляйте детей без присмотра за такое правонарушение также предусмотрен штраф родителям придется выложить 500 рублей кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город дисциплина исполнения бюджета в регионе на высоком уровне растут налоговые поступления благодаря этому сможем реализовать дополнительные проекты об этом заявил губернатор павел молков комментируя отчет минфина за первые полгода почти 46 миллиардов налогов поступивших в областной бюджет за первые полгода один из главных позитивных показателей темпы роста прибавили что дает право на оптимистичный прогноз фактическая помощь из федерального центра уже превысила 15 миллиардов и это почти вдвое больше чем в прошлом году размер собственных доходов региона тоже прибавил более 60 процентов всех собственных доходов приходится на долю двух основных доходных источников это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц основной особенностью исполнения доходной части бюджета всех уровней бюджетной системы в текущем году безусловно является введение института единого налогового счета и переход всех налогоплательщиков на уплату единого налогового платежа практически по всем расходным статьям идет рост отчислений при этом первая строчка рейтинга здесь помощь муниципалитетам денег в районы в этом году идет больше на треть субсидии местным бюджетом выросли вдвое а значит денег в этом году хватит всем перешли на работу по новым правилам все к ней привыкли уже к этим правилам и у нас если я правильно понимаю у нас же есть несколько приоритетных задач которые мы откладывали на появление понимания потому как будет наполняться бюджет этого года правильно коллеги до 10 августа все заявки формируем оперативно еще раз чтобы у нас бумажные процедуры не замечали собой реальные процессы как можно быстрее нужно сформировать изменение бюджет для того чтобы больше времени осталось на реализации вот этих приоритетных планов позитивно и стабильно таков вердикт минфина по бюджетной устойчивости региона павел молков назвал работу ведомства качественной и системной что позволит в этом году выполнить все задуманное за сутки сотрудники полиции разыскали сразу два велосипеда похищенных у жителей рязанской области произошли преступления при этом не только в городе но и в области как удалось раскрыть кражи расскажем далее сразу два заявления о краже велосипедов поступила в дежурную часть первая из них в городское мвд женщина оставила свой велосипед в подъезде решила даже не пристегивать мол забежала же ненадолго как вышла пожалела велосипеда на месте не оказалось стального коня нашли уже сотрудники ппс заметили как на нем по городу рассекает незнакомец аналогичный случай произошел в области при том в тот же день деревенский житель оставил велосипед около своего дома утром хватился в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили что краже причастен 32-летний неработающий житель соседней деревни мужчину задержали похищенное изъяли следователями отделов полиции в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренных статьей 158 уголовного кодекса российской федерации кража максимальное наказание по части 1 до 2 лет лишения свободы в целом же полицейские отмечают что летом велосипедных краж всегда больше обычно транспорт оставляют без присмотра в подъездах местах массового пользования или на пляжах этим злоумышленники и пользуются для того чтобы не стать жертвой кражи достаточно соблюдать несколько рекомендаций пристегивая свой двухколесный транспорт по возможности используйте не один а несколько замков примыкайте велосипед за колесо и раму а если трос позволяет за оба колеса и раму неплохим дополнением тросу будет велосипедная сигнализация не оставляйте и не храните велосипед в подъездах чаще всего кражи данного вида происходят именно там помните что лестничная площадка даже закрытая не лучший способ хранения велосипеда даже если он пристегнут сотрудники полиции рекомендуют как-то персонализировать свой велосипед например повесить на него ленту или наклейку тогда найти его будет легче а уходя снимать с него насос фонарь и остальное тогда и привлекательность такого велосипеда для злоумышленников упадет если о действующих сотрудника госавтоинспекции наши корреспонденты рассказывают регулярно то вот ветеранов службы публичных к сожалению часто обходит стороной валерий седов пообщался с председателем совета ветеранов госавтоинспекции рязанской области владимиром конкиным как служили раньше на что обращали внимание далее в сюжете портрет владимира конкина ветерана службы госавтоинспекции первый в череде фотографий начальников шутку хвалится тем что проработал в должности дольше всех 11 лет потому и наставляет нынешнего руководителя чтобы рекорд побил а в службу владимир конкин попал можно сказать случайно с детства увлекался автомобилями а как вырос стал обучать шоферов от скопинского автомото клуба а экзамены принимали тогда сотрудники госавтоинспекции вот и предложил тогда инспектор владимиру конкину пойти к ним на службу начал он в 62 а спустя 10 лет вышел приказ о создании дивизиона дорожного надзора и владимир конкин стал его руководителем наша должность как командира это она должность она постоянно связана со всеми личным составом мы тесно связаны тесно увязаны из-за нарушения проступки которые допускает 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 инспектор виновен командир а в советское время это было очень строго и мы поэтому на инструктажах объясняли толковали говорили значит вы должны вести себя значит вежливо культурно восьмидесятом в региональной госавтоинспекции было уже 120 человек пять взводов плюс взвод вертолетного патрулирования занимался он тоже выявлением правонарушений с высоты птичьего полета замечал нарушителя и передавал данные на пост дпс меры принимались моментально и что тогда что сейчас боролись с пьянством восьмидесятых ночью тоже усиленно дежурили инспекторы которые вылавливали нетрезвых водителей а алкотестер вспоминает владимир конкин был примитивным это трубки мохова шинкаренко у ветерана до сих пор в столе лежит такой комплект эту трубочку вот одну отсюда инспектор вынимает у него было такое значит приспособление в виде буныштука на с одной стороны а с другой стороны резиновый такой пузырек небольшой значит он обламывает концы этой трубки с обеих сторон обломать можно чем угодно там вон ключ вот ну и все обломал сюда вставляет штучок чтобы испытуемый водитель не поранил губы а сюда надевает пузырек резиновый который говорит водителю пожалуйста вот наду этот пузыречек определяли степень опьянения по желтому веществу внутри трубки если она меняет цвет на коричневый или синий то уже есть причины подозревать что водитель выпил такого шофера везли на экспертизу если это опьянение остаточное то бишь похмелья то нарушение никакого не грозило а если выпил недавно то наказывали включая и классические способы материалы на таких водителей отправляли в автохозяйство после того как водителя пожурят на собрании права можно и возвращать сейчас владимир конкин говорит что люди стали другие если раньше и подумать нельзя было чтобы не подчиниться требованиям инспектора то теперь подобные новости появляются в сми регулярно просто относиться к друг другу надо по-человечески говорит ветеран ведомства это же он регулярно говорит молодым инспектором как самый важный совет сегодня сотрудники приюта дом белого аиста установили еще одну вышку для пернатых пар которые выберут регион для создания семейного гнездышка рязанской области продолжают восстанавливать популяцию белых аистов благодаря работе орнитологов ежегодно десятки диких птиц выбирают для гнездования именно дом белого аиста в доме белого аиста постоянно сегодня живут четыре особи потомство правда пока дают только руслан и гоша а вот мартин и марта уже который год только присматриваются друг другу и пока не решаются накладку яиц кстати аисты считающие себя парой издают характерное потрескивание клювами и делают это в унисон чтобы рассказать всем о своей взаимной любви прилетают сюда и дикие гости для них устанавливают специальные высотные гнезда потребность это существовало уже давно и гнездо у нас здесь было но вначале у нас везде стояли шестиметровые гнезда потом оказалось что для аистов они слишком низкие одну опору нарастили до 12 метров оказалось что это хорошо что аисты тут же ее заняли и вот ту опору которая сейчас находится рядом с нами ее решили тоже нарастить давать потомство аисты по птичьим меркам начинают поздно только по достижении трех лет птицы начинают брачные игры причем белые аисты моногамны самец и самка могут зимовать в разных странах а уже на время гнездования встретиться в условленном месте а еще птицы разделяют заботы о потомстве по очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов как правило они годом раньше перед началом размножения находят себе место для гнезда его там строят или находят готовое гнездо незанятое его все равно подстраивают ремонтируют и только потом на следующий год уже приступают к размножению вот такой вот у аистов ответственный подход к созданию ячейки птичьей популяции кстати местные жители такому соседству рады говорят аура у них какая-то особая с момента проживания птиц количество детей рожденных в поселении действительно у нас увеличивается это заметно по первому классу в школах села кораблиной села выжгород также в детских садах в двадцать третьем году в первый класс идет практически ровно в два раза больше детей чем их шло в двадцать первом году кстати у легенды о том что аисты приносят младенцев несколько версий одна из них гласит что в эпоху язычества и средневековье было принято жениться во время ежегодного летнего солнцестояния как раз в это время аисты начинают свою ежегодную миграцию а возвращаются весной ровно через девять месяцев кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv и на наших страничках в соцсетях всего доброго